Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Способна ли ситуация с коронавирусом в России изменить отношение к профессии врач? Будут ли абитуриенты выбирать медицинское направление? Об этом сегодня поговорим с доктором медицинских наук, профессором, деканом медицинского факультета Чувашского госуниверситета Валентиной Николаевной Диамидовой. Валентина Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте, Ирина! В связи с эпидемией коронавируса все в мире вспомнили, что врач – это благороднейшая профессия и сложнейшая. И у вас 20 числа, 20 июня, начинается приемная кампания. Нет ли опасений, что в этом году меньше абитуриентов будут подавать документы в медицинские, зная, что вот так они могут попасть на передовую? Новая коронавирусная инфекция, которая появилась совсем неожиданно для стран всего мира, перед всеми врачами, перед всем медицинским персоналом, перед всеми службами здравоохранения стали сложные и важные вопросы. Эти вопросы касались быстрой диагностики данного заболевания, касались они правильной тактики ведения данных пациентов. Тот самоотверженный труд, который проявили медики всей нашей страны, он был примером для всех, кто сегодня обучается на медицинском факультете. Наши студенты, ординаторы, аспиранты и их преподаватели, те, кто как-то связаны, имели отношение к медицинскому факультету, тоже не остались в стороне. Они также, как и все, проявили свое желание как-то помочь в борьбе с данной инфекцией. И я хочу отметить, что независимо от того, была эта коронавирусная инфекция или ее не было, выбор специальности, профессии врача – это, как бы я бы сказала, даже в определенной мере подвиг человека, потому что это уже опасность заражения какой-либо инфекцией. Любые болезни опасны для человека. Для того, чтобы выбрать специальности врача, необходимо иметь определенные черты характера. Это и физическая выносливость, это и доброжелательность, это и милосердие, это и ум, и быстрая реакция человека. Когда все общество свое внимание обращает на сохранение жизни и здоровья человека, я думаю, что специальность врача, медработников стала наиболее уважаемой, еще больше уважаемой специальностью. И не думаю, что появление новой коронавирусной инфекции как-то отпугнет наших абитуриентов. Если все-таки кто-то из абитуриентов решил пойти в медицинский, подать документы, специалистов каких профилей готовят у вас на факультете? Сегодня основные специальности по уровню образования бакалавриат – это сестринское дело. На эту специальность могут поступить те, кто имеет полное среднее образование и среднепрофессиональное образование. Они в сестринском деле могут занять все руководящие должности, такие, например, как медицинская сестра, старшая какого-либо отделения. Могут работать в любом лечебно-профилактическом учреждении, в том числе и санаторное учреждение. Могут работать главными медсестрами. Особенность этой специальности – завершив образование сестринское дело, выпускники могут заняться научной работой, могут вести педагогическую работу, преподавательскую работу в медицинских колледжах и даже на медицинском факультете. По уровню специалитета – это три специальности – лечебное дело, педиатрия и стоматология. Завершив образование по специальности лечебное дело, выпускники факультета могут освоить любую медицинскую специальность, как хирургического профиля, акушерского, гинекологического, урологического. Стать и освоить такие современные высокотехнологичные специальности, как нейрохирургия, кардиохирургия. Завершив образование по специальности лечебное дело, выпускник может оказать медицинскую помощь только взрослому населению. Но завершив специальность педиатрия после шести лет и закончив в последующем, естественно, ординатуру, педиатры могут работать как во взрослой, так и в детской сфере. И специальность стоматология, она объединяет все специальности, все профили. По сравнению с прошлым годом число бюджетных мест, выделенных Чувашскому университету, госуниверситету, больше, чем в прошлом году, на 29 мест. Сейчас в Чувашии развивается высокотехнологичная помощь. Есть ли у студентов возможность поработать на новейшем оборудовании и использовать новейшие методы лечения? Кроме учебных аудиторий имеются научно-исследовательские лаборатории. Также в этих четырех корпусах располагается аккодитационно-симуляционный центр медицинского факультета. Имеется центр по инновационному обучению фундаментальных дисциплин, таких дисциплин, как анатомия, гистология, морфология, физиология. То есть возможностей на сегодняшний день очень много. Гордость и ценность медицинского факультета и Чувашского государственного университета – это наличие анатомического музея. Это место, где студенты с первого курса, с первых дней занятий осваивают царицу медицины – анатомию. То есть там проходят учебные занятия. Ну а для более старших курсов – лаборатория по цифровой микроскопии. И на сегодняшний день отличие этой лаборатории в том, что студенты начинают изучать наряду с анатомией клеточные строения органов, тканей и разных структур человеческого тела. Для изучения той же самой анатомии у нас имеются электронные анатомические столы. Ну а для более старших курсов отрабатывают практические навыки будущего врача в аккредитационно-симуляционном центре. И этот центр, он представлен разными станциями. Станций много, и каждая станция предполагает определенную клиническую ситуацию. От ухода за больным, за тяжелобольным, используя самые разные оборудования, симуляторы-роботы осваивают основные технологии по оказанию экстренной помощи. Это и кардиологическая помощь, это экстренно неотложная помощь, например, при остановке сердца. Естественно, эти манипуляции студенты отрабатывают на манекенах-роботах последних поколений, чтобы довели до автоматизма и могли отработать так, чтобы когда уже они будут работать врачами, не могли допустить врачебную ошибку. Вы с крупными центрами медицинскими в Чебоксарах, в Чувашии сотрудничаете, куда направляете на практику? Практически все основные ведущие лечебно-профилактические учреждения – это базы для практической деятельности наших студентов. Хотела бы отметить, для специальности педиатрии, естественно, это центр, основной центр, где расположены наши практические базы по педиатрии. Это Республиканская детская клиническая больница. Даже в процессе обучения у вас будет возможность посещать одну из лучших баз по клинической медицине. И у вас будет возможность воочию посмотреть, на каком оборудовании работает современная медицина. Будет возможность в процессе обучения поработать здесь в качестве среднего медперсонала, получив соответствующие допуски. Могу ответственно заверить, что получить необходимое знание для продолжения своей врачебной карьеры можно и не выезжая за пределы Чувашской Республики. На примере нашего федерального центра травматологии и ортопедии и протезирования хочу сказать, что здесь имеется самое современное высокотехнологичное оборудование. К нам приезжают многие европейские, мировые специалисты. Мы совместно проводим операции. И здесь у нас располагается кафедра травматологии и ортопедии экстремальной медицины. Из лучших выпускников нашего медицинского факультета мы формируем ординаторов. Я горжусь тем, что закончил медицинский факультет нашего Чувашского государственного университета. Было это более 20 лет тому назад. Но те знания, которые я получил в нашем родном вузе, тот опыт, который мне передали мои учителя, они оказали на меня большое влияние. И я уверен, что наш медицинский факультет является одним из лучших в стране. И вы, будущие студенты, можете получить великолепные знания, получить возможность и шанс путевку в будущую жизнь как настоящие профессионалы, как будущие врачи, которые будут востребованы во всех уголках нашей страны. При желании можно продолжить обучение в ординатуре и аспирантуре. Расскажите о них подробнее. По 22 программам обучения в ординатуре и имеется аспирантура, то есть студент после завершения специалитета, ординатуры, имеет право поступить в аспирантуру. Здесь есть возможность обучиться и защитить кандидатскую диссертацию и направление подготовки – фундаментальная медицина и клиническая медицина. Если я отучилась в специалитет, ординатуру, аспирантуру, сколько это по годам получится? В зависимости от того, какой специальный студент выбирает, лечебное дело, педиатрия – 6 лет специалитета, плюс 2 года ординатуры. Но на сегодняшний день можно сочетать ординатуру с аспирантурой. Для того, чтобы заниматься на сегодняшний день научной работой, также на факультете имеются все возможности. Естественно, на первых курсах используются лабораторные животные, есть виварий. В этом виварии содержатся лабораторные животные. То увлечение, которое проявляет студент в научных кружках, потом, естественно, совместно со своими руководителями, они выходят на более высокий уровень, на более старших курсах. Вначале экспериментальные исследования, в последующем выходят на клинический уровень. На сегодняшний день наши студенты по некоторым специальностям являются грантообладателями. Активное участие принимают не только российские граждане, студенты нашего факультета, так как на сегодняшний день обучение на медицинском факультете ведется и на английском языке. Студентов, представителей иных стран более 1400 человек. И если сравнить, даже два года назад их было в шесть раз меньше. И сегодня медицинский факультет является привлекательным не только для абитуриентов Чувашского региона, Российской Федерации, но и для стран ближнего и дальнего зарубежья. Это говорит о популярности или о качестве образования? Как в медицине говорят, врачу рекламу делать не надо. Основная реклама для врача – это пациент. Кроме того, ценность факультета – это наличие квалифицированного профессорско-преподавательского состава. Число докторов наук и кандидатов наук среди профессорско-преподавательского состава медицинского факультета составляет более 60%. Медицина – это дело серьезное, но все же кроме учебы, наверное, есть общественная жизнь, это яркая студенческая жизнь. Студенты, медики, естественно, занимаются больше образовательной деятельностью. Наши студенты успевают, занимаются спортом. Естественно, студенческое творчество. Безусловно, учиться на медицинском факультете непросто. Требуется много сил, терпения, трудолюбия, усидчивости. Но это настолько интересно, что время пролетает незаметно. Помимо учебы я занималась общественной деятельностью, волонтерством, творчеством. Входила в состав студенческого совета ЧГУ, в состав волонтерского центра ЧГУ, руководила комитетом по пропаганде донорством. Жизнь на медицинском факультете всегда бурлит. Лично для меня учеба не была бы настолько насыщенной, яркой, без участия в научной деятельности. За последнее время мне удалось стать победителем на международных конференциях. Кроме того, если вы изучаете иностранные языки, интересуетесь культурой, историей народов других стран, то вы можете посетить международные форумы. Также очень запомнилась поездка на молодежные форумы в Китай. Для меня, как для будущего врача, было очень интересно получить представление о медицине в Китае. Я посетил Медицинский институт Хуаси Сычуаньского университета, Медицинское музее и стоматологическое лабораторие Сычуаньского университета. Когда началась учеба, я пропустил первые дни, потому что тренировался как сборная Чувашия в Швейцарии. И я не верил сам себе, что заниматься спортом и учиться на медицинском реально. Просто учился, просто читал материал. А потом шел рассказывать, сколько знаю. Звучит просто, но сложно. Огромное спасибо всем преподавателям, с кем мы провели многие часы на парах, лекциях и, конечно же, отработках. За то, что вы могли просто по-человечески понять меня и многое мне объяснить. Я благодарна медицинскому факультету, его преподавателям за все, что они делали для нас. Та помощь, которую вы нам давали, те знания и те навыки, которые мы совершенствовали благодаря вам, помогают сейчас нам в рамках бригад скорой медицинской помощи, в стационарах оказывать помощь людям с COVID-19. В это непростое для нашей страны время. Тем, кто все-таки в этом году соберется подавать документы на медицинский, что бы вы им пожелали? Выбирая специальность врача, вы сделаете очень правильный выбор. Выбирая медицинский факультет Чувашского государственного университета, вы сделаете очень правильный шаг в своей жизни. Потому что на сегодняшний день медицинские специальности, они были, остаются и будут востребованными всегда. Не только в Чувашской республике, не только в Российской Федерации, но во всех странах мира. Продолжение следует...